Всех приветствую, я Павел Сокол. Вы смотрите мой традиционный обзор самых популярных мировых рынков на дневном масштабе. Прежде чем начну, напомню, что кроме YouTube у меня есть Telegram-канал Market Pride, в котором я опубликую свои, соответственно, обзоры, какие-то мысли. Подпишитесь, если вам нужно смотреть аналитику чаще, чем раз в пару недель. Ну а мы начинаем с пары евро-доллар дневной масштаб. Здесь у нас, как я уже в обзоре как раз в Telegram-канале писал, предположительно, уже в очередной раз случился разворот в целевой зоне, который, собственно, мы долго-долго ждали, о чем я долго говорил. Вот, маленько вылезли ниже, но тем не менее, сейчас есть у нас хорошая возможность здесь сформировать разворот. И, как я и писал, пока цены торгуются выше L2, можно рассматривать входы в лонг. Если тут не случится какого-то снижения непредвиденного ниже L2, и цена там не будет закрепляться, то здесь как раз при отбое можно будет рассмотреть лонг, потому что в целом перспективы, росты тут достаточно хорошие. Я думаю, что можно увидеть обновление вот этих вот максимумов, и мы можем увидеть вот такой хороший рост. Ну, он может, естественно, занять не один месяц и даже не один квартал, но тем не менее, в целом, это пока очень возможный вариант, поэтому его есть смысл рассматривать. О шортах пока говорить не приходится, потому что, соответственно, мы находимся в варианте позитивного сценария. Если цена будет закрепляться ниже L2, уходить вот как раз в зону L1, торговаться, ну, тогда подумаем об альтернативах, подумаем о том, куда может продолжиться снижение и как долго. Ну, собственно, пока об этом говорить рано. Перехожу к золоту. По золоту здесь продолжается тоже позитивный сценарий. Все, в принципе, в рамках того, что я говорил в прошлых обзорах. Пока цены вышел L2, есть смысл рассматривать лонги. Единственное, что здесь уже получается раз, два, три, четыре, пятый день идет у нас рост. Такая неплохая серия, и хотелось бы там увидеть какую-то коррекцию. Она, в принципе, началась, если посмотреть на более мелкие масштабы, ну, вот в таком диапазоне пока торгуется. Но хотелось бы увидеть коррекцию именно на дневке. Вот, если здесь на дневке будет какая-то коррекция, то после ее завершения, соответственно, можно будет рассмотреть какие-то лонги. Потому что тут перспектива, пока лонговая никуда не делась, в принципе, все выглядит достаточно хорошо. По крайней мере, вот на данный момент, пока цены торгуются выше L2. Это примерно 17, там 60. Какая будет коррекция, тут я не знаю. Но вот хотелось бы на дневках увидеть коррекцию, только после этого там есть смысл какие-то грамотные входы в лонг искать, на мой взгляд. По нефти продолжается рост. На мой взгляд, он уже такой угасающий. Я уже говорил о том, что хотелось бы мне увидеть здесь большую-большую коррекцию. И, соответственно, пока она не началась, да, пока коррекция всегда заканчивается, там, ну, один, там, да, может быть, полтора суток, может быть, сутки. То есть, совсем коротенькие коррекции идут. И этого, естественно, мало, да. То есть, это просто локальные какие-то коррекции, можно сказать, внутридневные. Все вот это движение, это скорректировать однодневной коррекцией здесь не может. Поэтому, поскольку коррекции не было, то говорить о каких-то грамотных лонгах, надневках я бы не стал. Внутри дня, конечно, бывают там какие-то возможности, можно что-то рассмотреть. Но, по большому счету, здесь нужно дожидаться коррекции. И только после этого можно будет там о чем-то говорить. Когда начнется коррекция, не знаю. На мой взгляд, она уже назрела. И, в принципе, вот эти вот все попытки тут скорректироваться, видите, они... Ну, вы, собственно, можете наблюдать по частоте как раз вот этих коррекций дневных, да. Видите, что раньше у нас была серия, там, допустим, 4 дня, да, 5 дней роста, потом коррекция. Сейчас у нас, ну, практически тут каждые 2 дня черный день. Поэтому вы видите, что это все увеличивающаяся частота коррекции. Говорит о том, что рынок подустал, и надо сходить на какие-то более низкие уровни, чтобы скорректироваться. Вот после этого, если здесь будет хорошая какая-то бычья модель, хорошая коррекция большая дневная, то можно будет там поговорить о лонгах. Вот, но, опять же, не торопитесь, потому что коррекция может быть глубокая, да, куда-нибудь в район. Вот, может быть, там 70, может быть, даже там 62, там, да, 72. Это хороший диапазон, на самом деле, идеальный для коррекции. На дневке тут у нас есть замечательно. Если мы берем вот этот декабрьский фьючерс, вот поддержка, вот хотелось бы, чтобы ее протестировали, да, от нее отбились. И, на мой взгляд, вот это была бы такая хорошая возможность для такого лонга, да, вот что-то типа такого. Естественно, это может длиться все, не один месяц, но, тем не менее. Когда есть смысл рассмотреть какие-то шорты, ну, вот пока еще коррекция не началась. На дневке будет подтверждение начала коррекции, но не ранее, чем цена закрепится вот ниже L2. Соответственно, вот только после вот этого, ну, можно будет говорить о чем-то более-менее серьезном. Соответственно, после этого можно будет там рассмотреть какие-то шорты и уже там ожидать какого-то там движения вниз. Пока же, ну, здесь еще долго эта возня может продолжаться, поэтому не хочу забегать вперед. Просто говорим, что будьте аккуратны. Там внутри дня, может быть, появятся какие-то разворотные модели пораньше, да, вот в этой зоне. Но, тем не менее, пока вот еще рост продолжается. Но уже о входах каких-то там грамотных здесь, на мой взгляд, говорить не приходится. S&P 500. Здесь картина позитивна. Собственно, говорил я о покупках, да, в своих обзорах и видеообзорах. И в MarketPride публиковал. Соответственно, здесь все хорошо выросли, обновили максимум. Но очень длинная серия затянувшаяся, которая говорит о том, что здесь как минимум, ну, дневная какая-то хорошая коррекция назрела, прежде чем рассматривать свежие покупки, опять же, да, потому что, ну, без коррекции сильно долгий рост уже получился. Поэтому здесь хотелось бы увидеть коррекцию, если она будет приемлемая по размеру и хорошая, скажем так, с точки зрения там вероятности продолжения роста, если она будет бычья коррекция, то можно будет рассмотреть какие-то ланги. Вот, вполне возможно, потому что чисто, скажем так, формально, вы помните, я ждал коррекцию осенью, но вот у нас коррекция началась там 2 сентября, и фактически она у нас продолжалась там до 5 октября, грубо говоря. Мы месяц целый скорректировались. Это не сказать, что прям супер много, и хотелось бы увидеть более глубокую коррекцию, но первую цель мы все-таки выполнили. Поэтому чисто сезонные факторы говорят, что здесь у нас вполне может быть такой рост. И до конца года, хотя, конечно, перегретость на рынке в целом в глобальном плане большая, и коррекция тут может быть и крупная последовать, но пока все выглядит позитивно, поэтому не буду я забегать вперед, все пока выглядит хорошо. Просто надо дождаться как минимум какую-то внятную дивную коррекцию, и после нее там можно быть какие-то там спекулятивные лонги рассматривать. Супер долгосрочно, чтобы я тут не рассматривал, потому что хотелось бы все-таки там уже увидеть коррекцию более долгую, может быть на недельках что-то. Но вот пока, пока имеем то, что имеем. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. По индексу московской биржи тоже картина достаточно оптимистична. Пока цена удерживается у максимумов, да, тут некоторая перегретость присутствовала, ее в принципе тут пытаются вот этой коррекцией остудить. И чем больше тут будет консолидация происходить, ну, тем больше, собственно, вариантов, что рост у нас продолжится. В общем, в любом случае, пока цены выше L1 торгуются, L1 у нас 4189, да, 4190, то можно говорить о том, что все хорошо, да. Если вдруг будет у нас уход ниже, вот тогда я подумаю о том, что здесь есть смысл подумать о каких-то глубоких коррекциях, которые тоже, естественно, вполне тут вероятны. Я уже говорил о том, что цена очень-очень-очень долго находилась у нас в восходящем движении, без каких-либо суперсильных коррекций. Но, тем не менее, пока рынок достойно, скажем так, держит скорость роста. Вот, маленько сейчас сбавил обороты, скорректировал эту некоторую перегретость. Ну, и тут еще, на самом деле, он может какое-то время продолжать корректироваться. Вот, но пока, пока еще удерживается в позитивном таком русле. Но свежие лонги мне тут рассматривать, скажем так, можно какие-то спекулятивно, да, пока вот цены находятся выше L1, но без каких-то там супергоризонтов. Потому что насколько тут может вырасти цена в текущий момент, мне очень сложно прогнозировать, потому что, ну, на самом деле, это все коррекция очень незначительная. Да, тут уже по нашему рынку прям, скажем так, назрела хорошая такая коррекция. Ну, может быть, даже не на одну неделю и не на один месяц. Но пока, пока все ограничивается небольшими коррекциями, поэтому локальный рост может пока продолжаться. Но говорить о каких-то суперперспективах я, ну, скажем так, не буду. Тут хотелось бы увидеть как минимум тест вот этой вот поддержки, да, может быть, вот этой в перспективе. Это не обязательно, там может быть падение, да, это может быть просто такая консолидация, скажем так. Но, тем не менее, рынок в ней разрядится, да, остудится, скажем так, и наберется сил для дальнейшего роста. Поэтому пока, если рассматривать спекулятивные лонги, то только прям, ну, краткосрочные такие относительно. И пока цены выше L1, потому что если идут ниже, то значит, что сил поддерживать рынок на текущих уровнях больше нет. Давайте последний инструмент на сегодня посмотрим. Это у нас будет биткоин. Биткоин замечательно отработал предыдущие обзоры. Я говорил, что пока цена торгуется ниже L2, сценарий тут негативный, мы можем вполне продолжать снижение. Но при закреплении выше L2 тут явно происходит переворот в лонг, и надо будет искать входы в лонг. Ну и, собственно, тут даже не было никаких ложных выходов, никаких-то обманок рынок не делал, четко закрылись. Все, и после этого полетели без всяких там. Да, остановки тут уже были, скажем так, да, после преодоления цели. Первый тут на второй цели чуть-чуть заморосили. Но, тем не менее, достаточно быстро обновили максимум. Я говорил об этой возможности, да, что рынок, скорее всего, если уйдет и пройдет первый уровень, то, скорее всего, будет обновление максимумов. Ну и сейчас, собственно, программа выполнена. Здесь есть смысл, как я уже в прошлом обзоре говорил, да, здесь уже сложно там прогнозировать, насколько тут затянется этот рост. Да, в прошлом обзоре, по-моему, я говорил как раз на пару недель назад, потому что, ну, по инерции могли тянуть долго. Вот сейчас все-таки коррекция какая-то началась, и эта коррекция может быть достаточно такой продолжительной. Хотелось бы мне увидеть, ну, достаточно серьезную коррекцию, потому что рост действительно был серьезный, и коррекция тоже может быть вот что-то типа вот этого вполне. Будьте к этому готовы. В любом случае, о свежих лонгах можно будет говорить, но после какой-то более-менее адекватной коррекции, пока я не вижу, чтобы здесь была хорошая коррекция, если вдруг они сейчас продолжат рост. Ну, это будет не столько печально, насколько надо будет просто подождать следующей коррекции, потому что пока я хороших возможностей вот сейчас не вижу. Ну, и с точки зрения быков, это, конечно, ну, такое печально, если коррекция вот так вот закончится. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь что-то более интересное нарисовали, что-то более продолжительное. Да, может быть, ушли поглубже, может быть, потестировали вот эту зону. В общем, не хочу гадать, на мой взгляд, коррекция в развитии, и она, возможно, только началась, поэтому может продолжаться еще не одну неделю. Вот, посмотрим, к чему она приведет, если будет хорошая эта коррекция, да, и мы потом после нее увидим признаки силы на рынке, то можно будет там рассмотреть какие-то лонги. Пока же коррекция только началась, можно сказать, как я сказал, по длительности она может продлиться достаточно долго, поэтому нет смысла тут загадывать в текущий момент. Конечно, рынок может продолжить рост, но я здесь не вижу вот сейчас какие-то грамотных возможностей для лонга. Ну, кстати, будьте аккуратны, если где-то, скажем так, рынок не сможет закрепиться вот выше зоны. Зоны, сколько она здесь у нас, примерно 64-400, да, если будет тут отбой, то это можно будет там использовать для спекулятивных шортов. В рамках как раз вот этой коррекции. Вот поэтому тут надо будет посмотреть, как еще будет цена болтаться, как будет реагировать на разные внутренневные зоны и так далее, что рисовать по структуре. Ну, вот пока такие мысли. В общем, для тех, кто хотел бы купить, но надо ждать какую-то адекватную коррекцию по продолжительности, по глубине, пока я хороших возможностей для лонга не вижу. На этом все. Отличных вам трейдов.